Что касается белорусской калийной компании, я очень долго колебался с назначениями здесь и с вашей кандидатурой, потому что с вами я очень близко не работал, а все-таки должность очень ответственная, особенно в этот период времени. Ну и премьер-министры, и многие-многие другие ходатайствовали за то, чтобы вы работали в этой должности. Я долго проверял вашу кандидатуру, не вижу никаких препятствий практически. Вытяните почет и уважение. Вы можете, вы знаете внешнюю торговлю, вы знаете экономику, вы с этим сталкивались, неважно какой товар продавать. Калий, технику, вооружение, хотя я вам скажу, что сейчас работа на калийном рынке у вас будет сродни торговле оружием и другой специальной техникой. Все должно быть тихо, спокойно. Направлений, по которым мы можем продвигаться, много. Единственное, чтобы все было честно. Вот единственное требование к вам – это честно работать. Вы будете постоянно в поле зрения. Я вас сразу предупреждаю. И не только с моей стороны. Здесь, знаете, интересантов в этой области очень много. Понимаете, о чем идет речь. Поэтому не так страшен черт, как его молю. Помощь вы всегда получите и поддержку без всяких вопросов. Звоните напрямую, говорите, если нужно решать какие-то вопросы. Премьер-министру надо сказать, чтобы он передал ему все контакты на сегодняшний день с людьми, которые готовы у нас покупать удобрения. Торговать надо везде, в том числе в Европейском Союзе. Уже гвалтом кричать не хватает удобрений. Пожалуйста, берите рядом. Надо находить пути и работать. Бизнес есть бизнес. Он иногда мало зависит от политиков. Особенно от тех стран, которые нас окружают. Продолжение следует...